Всем привет! Меня зовут Маша Мура, и это новая серия Компактные Династии. Сегодня она будет, наверное, немножко другая, потому что я уже на чемоданах отправляюсь в путешествие. Хочу одним дублем записать этот выпуск, чтобы вы у меня не были без контента. Поэтому, если получится, вы это увидите на ютубе. Если не получится, вы уже об этом не узнаете. Давайте перейдем сразу к нашей игре. Поскорее всего будет длинным, но, может быть, кому-то это не нравится еще больше. Значит, у Алекса выросла борода. По-моему, ни разу у нас такого не было. Насколько я помню, еще и темная. Мне нравится, как он стал выглядеть. Питание. Все хотят кушать, завтракать. Проснулись в 8.30. Как вы считаете? Мне кажется, для отдыха это уже поздновато. Уже в 8.30 нужно лежаки там где-то занимать. Так, у нас Джоаночка здесь. Быстренько принять холодный душ. А кто пойдет Джоан приветствовать? Ну, Алекс, давай ты. Давай попробуем успокоиться, подумать о чем-то радостном, любимом животном или фильме. Так, у нас что-то... Нектарине, видимо, приснился сон. Джоан, зачем? Зачем ты вот к море предстаешь? Нектаринке приснился плохой сон. Так, только ты, Алекс, ты туда не заходи. Ну, вы что, с ума посходили уже, что ли? А ну, отошел. Спасибо. Пошла у нас Рета что-то приготовить, но я хотела вас в ресторанчик сводить, поэтому что вы. Пригласи тоже с собой Джоан, Алекс, каких-то у нас тут в кустах стоит. Подругой давай своей, лучшей. Приветствуйся. Вспоминать свадьбу. Ну, окей. Если очень хочется вспоминать свадьбу, чью? Сложно. Я, кстати, не покрасила этот дом, что ли. Это быстро Джоан его построила. Бабочки в животе, скажи, Джоан, как у тебя вообще дела? Женилась ты, наконец-то? Не женилась? Сто лет видно, не слышно было. Где Эрон? Мы почему-то видели у него в своем городе. И он к детям приезжал, собственно. Что происходит? Мы дождемся вашей свадьбы или нет? Когда уже? Часики тикают. Джоан смотрит на это и думает, боже мой, Алекс, ты ничего не знаешь, что тут происходит. А происходит вот что. Джоан у нас замужем. Уже. Но совершенно не за Эрон. За кое-ким другим. Ваши мысли. Ваши идеи. Блейк Бреймер. Та-та-та. А, кстати, Джоан Бреймер. У него и фамилия уже поменялась. У него другая была. Кто этот мужчина? Спросите вы. Так это же отец детей Никс. Угу. Тот самый. Блейк, который победил в холостяке Никс. Наряжал ей двоих детей. И шел к Джоан. Вот не зря у нас Джоан все-таки. Изменщица. Не могла она Алекса увезти из семьи столько лет. Все прицеливалось, прицеливалось. Алекс не увелся. Слишком преданный. Видимо, этот Блейк был не такой преданный. И увелся. Так он на Никса не женился. В итоге вышел замуж за Джоан. Женился, точнее. Представляете, какой тут финт. Заворот, поворот, отворот. Джоан, конечно, осуждаю. Осуждаю, Джоан. Но с другой стороны... Что тут поделать? Это жизнь, как говорится, да? Что у нас тут орет? Лупит кого? Куриную грудку? Что она там отлупливала так? Что это такое у нас? Курица в сливочном соусе. Четыре порции. Кто успел, тот успел. Быстренько. Вот, разбираем. Сейчас из детей. Кто успеет? Болтать с Колином. Самые голодные сюда. Видимо, в ресторан все-таки мы опять не идем. Быстрее, быстрее, быстрее. Нектаринка что-то спит, да. Видимо, всю ночь плохо очень спала в новом месте. Снились ей кошмарики. Поэтому даже вот не вышла к столу. А где твой нарядец, Гейл? Ты же опять оделся, как будто в шахматный клуб собрался. Все пришли на завтрак. Интересно сидит у нас. Колин. Типа, я не с вами. Короче, уже Алекс, видимо, все о Рете рассказал. Ред такая, боже мой. Ну, ну и женщина Джоан. Осуждаем. С Эроном замутила. Кстати, а куда Эрон делся? Давайте у нее вообще узнаем. Что с Эроном-то? Непринужденные беседы. Может, мы что-нибудь... Знать, как прошел день. Сейчас что-нибудь я хочу узнать. Устаргаемся своими детьми. Вот так, скажи. А у вас дети-то уже есть с этим Блейком? Джоан говорит, нет. С Блейком у нас детей нету. У нас есть дети с Эроном. Ред такая, что с Эроном? Вы за все это время успели уже родить ребеночка? Он не так и не женился, Эроном, Джоан. Но ребенка они успели заделать. Симпатичную такую малышку. Вот. Ред говорит, так, а где же она? Почему-то не показываешь, не знакомишь. Джоан говорит, слушай, ну так она сейчас с Эроном. Я не хочу вообще об этом говорить. Такая сложная тема для меня. Вот такая. Ну ладно, не хочешь как хочешь. Ну конечно, это странно. Почему дочка где-то с папой находится непонятно где. И почему она без мамы. Я, знаете, как просто думаю. Сначала все-таки о Джоан. Ну я проследила за этим моментом. Сначала о Джоан ушел Эрон. Вот этот, кстати, он уже у нас постарел. Вот Эрон. Потому что он женился на Хелен Палмер. Это какая-то, знаете, хиппи девушка, которая, видимо, пока не жили с Джоан на островах. Приехала во всякие ретриты, просветляться, там ловит дзен. Ну и как бы втянула Эрона в свои вот эти вот, как там сказать, ну не знаю, эти духовные практики. Ну и в итоге Эрон запал на эту Хелен. Ну и бросил Джоан. У них не тот союз там и все такое. Вот эти все вибрации. Ни в то русло у Джоан идут. И поэтому он увидел в Хелен свою родственную душу. И, собственно, сразу сделал ей предложение. И они переехали теперь в Тамаранг. Они там живут. Я еле его нашла. Думаю, куда же он делся. Ну вот, оказывается, он забрал дочку от Джоан и вот уехал вместе с Хеленом Тамаранг. Быстренько всех собрать на пляжик. Говорить они могут и там. А то что они сюда приехали. Сидеть в номере, да? У нас, кстати, очень сердитая Мора. Я думаю, она все-таки еще не может Дугласа простить. Они там всю ночь написали злобные ему комментарии. И рассказывали о том, какой он плохой человек. Поэтому давай-ка, успокаивайся. Можем вот поплавать с всеми, да? Вот. Давайте все снова идите плавать. Что вам? О, а Джоан уже решила что-то нам приготовить. Она же у нас... Чем тут занимается? Она у нас повар. И она открыла, я думаю, тут все какой-то... Проехали машины. Такая сама намусорила и еще возмущается. Она открыла здесь свой ресторан, поэтому она особо отсюда и не хочет уезжать. У нее тут успешные дела. Очень, что-то так вот мелко, да? Очень красиво. Все синее. Кайф. О, пухлала. Она сейчас нас догонит. А, нет. Кайф. Безграничный океан. Вот тут уже кто-то. Это мужик. О, я знаю. Я знаю. Я знаю, что будет делать. Кататься? Да, я знаю, что будет делать наш мальчик. Конечно же, он не упустит возможность на такой штуковине покататься. Давай. Все можем подменять. Зачем нам это нужно? Мы вообще не на участке. А можно с кем-то? Куда? Все, тебя согнали отсюда. Сказали, что... Еще мало для этого. Что-то он испугался. Гейл переходит в одну из струнных детских стадий. Он будет играть на любом инструменте, который он идет. Петь во всю глотку и выкручивать громкость музыки на полную. Кстати, у нас вообще-то так делал Колин. Ой, нам Гейла на день рождения. Боже мой. У нас тортика нету. Мы не сделали ничего. Или сделала я? Блин, пожалуйста, пусть тортик будет. Нет, представляете, я не... А, нет, сделала. Фу, слава богу. Успела ночью тортик сделать. Давайте. Гейл, видимо, так психует из-за того, что мы забыли про его день рождения. Лол. Простите. Так, и вот так. Мы сюда поставим тортик. Сможем мы его задуть? Нет. Не сможем. Где же мы возьмем центр стола или тумбы? Сейчас нас приготовит Джоанн еще, наверное, что-нибудь вкусненькое, да? Нет, она только моет. Зачем готовить, когда можно только мыть все? Жалко. А мы думали, что нас удивишь чем-нибудь. Ну, ладно, ничего страшного. Празднуем здесь. Празднуем, празднуем, празднуем. И Гейл. А что тут включилось? Опять не так. Не центр стола. Может, здесь центр? Вот здесь центр. Может ли у нас... Попросить Аретта, Джон, что-нибудь приготовить? Было бы вообще классно. Есть ли у меня такое действие? Попросить будет. Не можем. Ну что, все остальные где? Ребяточки, собираемся. Собираемся. У нас, наконец-то, день рождения будет у нашего Гейла. Опять же, все черты мы будем рандомить. Такие, как у родителей. Это вот уже у подростка не будем ориентироваться на черты родителей. Алекс. Празднуем, празднуем. Все плавают. Не до этого. Так. Давай, Гейл. Кричать на нее. Сестра хоть накричать. Нет, нет, мы отменим это. Задуть свечи. Вы готовы? Мы готовы. Давай, не стесняйся, не стесняйся. Готовы у тебя день рождения на Сулане? У кого такое было вообще? Ни у кого, Гейл. Ты первый празднуешь. Что это такое? Вот и как это. Джон, я все понимаю. Но это не понимаю. Что это вот свою сракутку отсунуло? Дала мне сфотографировать Гейла. Ну что такое? Она все мне тут испортила. Такой же у нас получится Гейл. Гейл взрослеет. Нам его не показывают. И, и, и. У нее, кстати, смотрите, рисование, логика, обаяния, фитнеса. Все на двоечку. Хотя мы так усердно эту логику прокачивали. А толку никакого. Лучше других не стало. Качество. Сейчас генератор характера. Он. Вводим черты отца. Веселый. Важный. И преданный. 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 Где он? Он. Он. У нас активная. Дитя острова. У него же там уже какой-то есть. Он уже дитя острова. А что тогда? Ну, это оставим тогда. Какая разница? Кстати, прикольно. Видите? Гейл дитя острова. И с возраста рождения на острове отметил. Так что надо сказать спасибо родителям. Хоть где-то они исполнили мечту. Все. Так. Острова обжор. У него черта ребенка. Уже дитя острова есть. Ну что? Генерируем? Активный он у нас. Да вы что? Активный парень. С ума сойти. Ладно. Активный так активный. И у нас значит мечта. Ну-ка если мечта взрослого, что специалист сверстит. Да вы надоели. Ну-ка что-то еще. Академик. Во! Академик. Давайте сразу. Академик. Вот эту выберем черту. Не будем черты детские брать. Может у нас... Ой-ой. Кучка улетела. Попробуем из него сделать сразу академиком. Значит у нас активный академик. Ну-ка. Активный где у нас тут? Активный и академик. Кто хочет этот персонаж? Поступить в университет и начать работать на учебу все же. Подождите. Это что? Мне нужно отыгрывать будет этот... Мне отыгрывать институт. Тут надо будет. Но я же точно не буду отыгрывать институт за него. А блин. Что-нибудь еще может быть? Учительный художник. Ну и какой из него художник? Ладно. Тогда... Тогда все-таки сделаем черты для... Обычных. Что у меня и было всегда. Ориентируюсь. Генератор цели для подростков. Хотела я тут что-то новое придумать, но нет. Разгульная жизнь. Вот так-то. Цель подростка. Разгульная жизнь у него. Видите? Был таким примерным одиноким мальчиком. И тут... Опа. Персонаж хочет получить от жизни. Все. Не прилагая усилий и не следуя правилам. Слишком прилежный был. Понимаете? Вот как всегда. Понесло. О, какой. Слушайте. Рот, конечно, здоровенный, но тянется за братом. Блин, прикольно. Кстати, он довольно стройненький получился. Давайте посмотрим на него поближе. Вот такой парниша получился. Я уже вижу, что форма лица у него Алекса. И нос, наконец-то, у кого-то от Алекса. Прикольно. Я ему поменяла бровки. Прическу я оставила такую, с которой он, собственно, и прозрослел. Это очень классно. Я чуть не поняла. Вроде никаких у него тут новых качеств и влечений не появилось. Здоровый образ жизни пения ему нравится. То есть ничего такого необычного не произошло. Все образы покажу. Что он тут сам нам выбирал. По-быстренькому, знаете. Перешил их. Черный-зеленый ему цвет нравится. Поэтому у него тут был балэк лук. Приветствуем возрослевшего третьего ребенка. Угощаемся, угощаемся. Кто самый голодный, обязательно пробуйте тортик. Вам нужно всем наесться. Гейл все уже. Быстро ты, быстро ты. Этому персонажу популярность мало нужна. О, у него уже, значит, подружки появились по кружке. Он, значит, творческий коллектив. Все-таки его определили в творчестве. Представляете? Хорошо. Значит, у него уже появились друзья Бри. Хорошая подруга по кружку. Творческий коллектив. Тинкер. И Фредерика Бьорксен. Какой-то же парень тут интересный. Иби, значит, ему не нравится. Видимо, противоположный кружок, да? Вот это здесь живет девочка. Ну и, собственно, все. Больше никого не появился. Что он хочет? Шалить три раза? Да, это точно для него. Попасть в неприятности. Дай-ка он сбежать на вечеринку. Ну, все. Понятно. Парня просто разнесет от веселья. Доедайте, пожалуйста, тортик. У нас вон тут, смотрите, сколько еще всяких ребят, девчат. Молодая. Эвин. Вообще, Алекс, с другом своим-то пообщайся вообще. Уже узнай у него, как у него дела. Вот, рассказать историю об организации надо. Столько дел, интересы. Вот, займись. Кокетливый, проснулся, особая связь. Отлично. Ну, а наш мальчик чего? Наш мальчик будет быстрее своей девочке написывать. Киаре. Нигде ее не видно. Сейчас мы попробуем этот тортик с собой взять. И, по-хорошему, можно было посмотреть на дельфинчиков. Они у нас вот здесь вот, да. Кто пойдет на дельфинчиков смотреть? Я думаю, все пойдут. Идите все сюда. Должны здесь быть дельфинчики. Я надеюсь, мы их не упустили. Я надеюсь, мы сейчас застанем дельфин. Я надеюсь, мы сейчас застанем дельфин. О, все-все-все, он плывет. Можем мы опуститься вниз? Не можем. А где? А где дельфинчики? Жалко. Видимо, кто-то пустили. Сон какой-то у Гейла. Разнорабочего. Вот что ты думаешь о профессии отца? Чтоб он тебя к себе пристроил? Во сне Гейла работала разнорабочим, которым тяжело работает, строит вещи и создает конструкции. Сон заставляет задуматься об этой карьере. Слышь, ты что? Хочешь наследником быть? Это же, знаете? Это же, папа, ты так классно работаешь. На такой работе. Я тоже на такой работе работать хочу. Опа. А это кто? А это же Киара. Так, а что? Познакомиться. Какая ему там Пегги? Зачем мне Пегги? Познакомиться с этой девушкой. Пегги, это кто у нас? Подросток или кто? Молодая. Поэтому, ну что, молодая? Молодая не очень интересно. Маласнифа. Что такое? Знакомься. Пока брат отвлекся, Киара вот уже... Найдет себе другого парня. Посмотрим. Как-нибудь, а вдруг она сейчас влюбится в брата. Это вообще будет треугольник жесткий. Это просто вражда навек будет. Так, ну смотрите, он ей тоже понравился. Они друг другу понравились. Невероятно привлекательная. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Что тут происходит? Быстренько, иди сюда. Мора, а ты, я думаю, можешь что-нибудь парить в песочке, например. Как ракушки на пляже? Вместе. Гейл, Гейл, подожди, подожди. Никаких ракушек ты искать не будешь. Уже у меня шейка болит. Нужно бы побоссировать. Будете как-то взаимодействовать? Нет? Установи ее. Поспеть нечестнее бы, одноклассники. Скажи, я сейчас пойду в школу. Интересно, какие у меня там будут ребята. Колени. Ты встал перед ними на колени. В первом поцелуе и сразу с ней. Хочешь сказать брату. Так, ну-ка, кто там названит Гейла? Поздравляйте с обычным днем рождения. И обида, обида, обида у нас у... Колина Гейлу. Сильная обида. Неправильно осветили. Товелось слышать, что Колин был исключен из школы до... Что? Товелось слышать, что Колин был исключен из каждой школы до этой. И Коппердейл, последнее пристанище перед школой-интернатом. Вы прикиньте, какой... Какая аля ты крыса, Гейл. Ужас. Он, значит, пока брата нет, начал ей рассказывать, какой у него брат. Отстойный. Я в шоке. Гейл вообще так нельзя. Ужас. Ну таким будете. Она такая ушла. О, ладно. Раз такой он лошара, я пошла. Блин, мне кажется, подгребет такими темпами скоро Гейл от Колина. 100%. Я уже чувствую. Чувствую, что такое скоро случится. Можем мы что-то с местными сделать? Те взрослые какие-то. Что мы хотели бы тут сделать? Море, кто нас званивает? Море, думаете, будет интересно, что я наконец-то в браке. Лукас и я познакомились в интернете и полюбили друг друга. Бьянка. Лукас, это что, брат Джоан, да? Мы тебя поздравляем. Я вот как знала, она вчера названивала, потому что что-то вот у нее произошло. Лукас, это же брат. Да, Лукас. Почему Лукас, кстати, взял фамилию Бьянки? Нафига себе. Вышла все-таки она замуж. Стала она ждать Колина. Но я, кстати, так и подозревала, что выскочит. Как узнала. Поздравляем тебя. Вы вообще загорали? Я вот не пойму. Ты сейчас что делаешь? Спишь. А ты можешь загореть? Вы у меня все будете такие... Загорать... Ногишом. Загорать в купальном костюме. Ну, хоть бы немножко. Хоть подрумянились-то. Загорать в купальном костюме. Малышка может загорать? Нет, малышка не может загорать. Так, загорать в купальном костюме. И загорать... Ладно, тоже в купальном костюме. Все, давайте все позагорать пойдете. Поболтать с Иви. Подождите, где это Иви? Вот она, это Иви. Неплохая такая девочка. Давайте с ней попробуем подружиться тогда. Загар подождет. Давайте, пусть она узнает получше ее. И... Дружелюбно. Построгаться теплой погодой. Как-нибудь потом позагораешь. Что у нас тут в ужасе? Кошмар о пропуске рейса. Опоздал на самолет. Напряжение спадет со временем. Ты что, боишься, что ты домой не улетишь? Алекс. Или наоборот, хочешь здесь подольше? Смотрите, какое тут просто... Ярко-желтые тона такие. Хочется замедлить, замедлить-то все. Кошмар с замком, заперт в доме. Рука его что-то потрогала. Ладно, давай позагорай, может тебе получше станет. Что у нас тут у нашего мальчика? Давай и звони срочно. Девочки? Ну вообще какая-то фигня. Брат тебе всю малину испортил. Специально, видимо, как-то решил. Надо нас ренькать. Красиво. Что там? Я видела минусы. Ощущение, что... Разговаривать она особо с ним не хочет. Видите? Я не вижу. Только не пришла она. Говорит, да-да-да, я так и быть. Скоро приду. Нет, пришла. Только опять. Никто, куда надо. Все, пошла мыться. Так, Джоанночка у нас тут гений. О, кстати, представляете? А ему гений-то нравится. Скажи, я тоже своего рода гений. Ой. Перед этим персонажем невозможно устоять. Иве очень нравится персонажа по имени Гел. Видите? Он ее не любил. Да? Но как узнала, что она гений, сразу любовь возникла. Кстати, они такие похожие друг на друга. Блин, мне нравится. Неожиданно. Неожиданно. И что ты будешь делать? Давай тогда еще как-нибудь там с ней пообщайся. Так, спросить, обсудить последние новости. Давай обсуди последние новости с ней. Предмет воздыхания. Я думаю, конечно, вы должны поговорить о логике. Да? Есть такое? Желюбно. Интересы. Абсудить логические головоломки. Все, давай, покоряю. Скажи, я был, я не знаю, чемпионом школе. По шахматам, кстати, надо зубом поменять. Море опять тут названивает. Кассандра год. Здравствуйте, разрешите вступить в... И не Кассандра. Не наш одноклассник. О, вот и Бреймер этот приехал. Несостоявшийся муж Никс. Который теперь муж Джоан. Ладно, намеренно мы с ним общаться не будем. Смотрите, сколько подростков у нас тут. Где мой мальчик? В одиночестве грустит. Скажи, да? Жизнь, моя жестянка. А ну ее в болото. Нет, конечно, он вообще не из таких, кто унывает. Он скорее брату настучит, как только он от родителей отойдет подальше. Он обязательно ему скажет пару ласковых. Но он, я уверена, вообще не переживает по поводу того, что что-то могла не так подумать Киара. Обязательно сейчас ее вернет. Вернет, заинтересует и не будет грустить. Да, да, вот она у нас, смотрите. Где эта девочка Киарочка? Давай. Давай, за нее. Что ты там плаваешь? Красиво. Что-то, наконец-то, что-то готовишь или ты все чистишь? Джоан, только чистит и чистит целыми днями. Нет, никто сегодня не спит. Быстренько. Отсекай девочку. Веселые действия. Давай, я расскажу ей забавную историю. Конечно, я тут сейчас еще чуть-чуть по шаманю, по шаманю обязательно. Где она у нас тут? Я работаю. Дружелюбно. И весело. Надеюсь, после этого уже она у нас как бы захочет флиртовать. Посмотрим. Романтика. Физическая болезнь, тюфер. Терзко заигрывать. Все, этот момент должен был наступить. Сначала анекдот, потом заигрывание. Да, действуем по плану. Джоан, можно, пожалуйста, вот не шуметь? У нас тут работают. Кто, он дед, судя. А когда вырасту? Найди, не знаю, что я там выбрала. Не до этого вообще. Опять не получилось. Иди отсюда. Какой? Это что, отец, что ли? Оно вообще, смотрите, неприступная крепость. Неприступная женщина. Я в шоке. Вот это вот орешек тебе попался. Ты не можешь это бросить. Вообще не можешь так. Может быть, тебе стоит спросить, может, у меня парень есть, а ты не в курсе. Хотя, вообще, его смущают парни. Нужны они ему? Не, ну давайте правду он узнает, есть ли у него пара. Он так прямо жалостливо смотрит. О, Мора решила, да, помочь? Сказать пару словечек за брата, что он хороший парень. Давайте попробуем приветствовать дружески. Яра не имеет партнера. Ну, она не понравилась. Ей какая-то слишком сдержанная. Она говорит, да, да, Колин, я понимаю, в чем проблема. Проблема явно не в тебе, а в ней. Потому что совсем, совсем дамочка сдержанная. Боится лишний раз слова сказать. Не понимает намеков и флирта. Поэтому, ну, удачи, братец. А может, мы как-то можем замолвить словечко, там что-нибудь такое. Ну-ка, сейчас попробуем. Дружелюбно. Ну-ка, ну-ка. Другие персонажи. Похвалить друг другу, другого персонажа. Вот так. Кстати, она похвалит вот Колина. Скажет, он вообще у меня замечательный братец. Супер. Какие-то минусы. Мура, я извиняюсь, но у меня сейчас слишком много дел, чтобы еще узнавать персонажа по имени Колин получше. Ах ты, блин, одинокая одиночка. Так и помрешь одна. Так, нет, никаких команд мы болеть не будем. Костричи на пляже сегодня вечером. Ты как? Да, он только за. У него как раз в задании есть сбежать. Поэтому он пойдет. Тайком сбежит, конечно же. Допустим, этот чувак тоже где-то здесь. И он вот на какой-то кострище сейчас вот уйдет. Гейл пошел улизывать. Да, тяжелый случай, скажи. Мура, это тяжелый случай. Гейл принимает приглашение. Теперь надо как-то попасть. Он мог попросить разрешения и попытаться уйти. Ну, вроде мы уже сделали, чтобы он улизнул. Кошмар. Кошмар. Алекс видел кошмарный слоу. Западни без лестницы. Абсурдная ситуация. Что-то вообще одни кошмары атаковали. Алекс у нас обгорел. Такой красный. Красный, обгоревший. Ему так не идет. Такой цвет кожи. Просто какой-то кошмар. Я вообще его не узнала. Вообще на себя не похож. Какой кошмар. Так. А ты у нас загорела? Наверняка тоже загорела. Подрумянилась. Мурочка. А, Мурочка тоже подзагорела. Я и вижу, что такая подзагоревшая. Все. Как будем действовать-то, а? Ребят, что будем делать? Так хорошо, что у тебя был положительный опыт во сне. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Как быть? Как быть и что делать? Может, Коля, наверное, на свиданку в рейстик сводит? Просить... О, пошел маму просить советую. Посмотрите. Мур пока с ней будет общаться. Он такой унылый пошел. За советом. Давай вот здесь. Комплимент храбрости. А ты что не ушел? А я просто урод. Ну, что у меня за рожа? Такой из дома стыдно. Что мне делать? Попробуй макияж, не пытайся. Все нормально. Блин. Не попадать сенькому на глаза. Все, ушел у нас мальчик наш. Гейл уже свалил? Понятно. Я думаю, что Мора говорит, а где вас тут можно потусить? Как-то с кем-то познакомиться? Давай, может, сходим? Вы бесстрашный дух, это восхитительно. Давай вместе куда-нибудь сходим. В барчик. Спасибо, я стараюсь здесь сесть посмеял и не позволить страху удерживать меня. Да ты, блин, вообще людей боишься общаться. Ладно, приврали мы ее, приврали. Говорит, у нее разбитое чуть-чуть сердечко. Что-то уже лично она делится. Видимо, от бывшего еще не дошла, поэтому не доверяет парням. Да? Говорит о психическом здоровье. Вот поговори пока с ней о психическом здоровье. Говорю, у меня у самой вообще-то такая жопа была. Ладно, вчера узнала, что бывший женился. А мне все равно. Слишком, слишком это все скучно. Заснул, посплю я пока. Хорошо, что мы тут еще можем сделать? Какая-то еда у нас тут есть. Нужна она нам? Она нам не нужна. Я предлагаю тогда кому-то отправиться на рыбалку, кому-то отправиться домой, кому-то еще отправиться куда-нибудь. Давайте порыбачите опять все вместе. Ну, Алекс и Реты точно пойдут рыбачить. Нектаринка. Нектаринка тоже с ними пойдет рыбачить, я думаю. Все. А девчоночки наши пойдут в бар. Блэйк. Блэйк тут что-то копается. Диксовый Джоан. Я думаю, Алекс познакомится с ним. Мне кажется, они не знают друг друга. Все-таки нужно, нужно знать, что это такое за... За перец. Бимба. Что за такой вкачок? О, нас готовят. Нифига себе, хоть кто-то наконец-то готовит. Умничка ты моя хорошая. Кто-то похлебку для всей семьи готовит. Понравились они друг другу. Нормальный челик. Хочет он заработать на символеона на продаже нектара. Тоже хорошо. Семья есть быстро всем, кто не наелся. Согласит за столом. Это, кстати, последняя ночь Моры. Ее тусовок здесь. Завтра утром она уже улетит в свой лагерь. Тут что-то брат не хочет с ней обниматься. А зря, а зря. Еще и оскорбляет. Говорит, что ты сюда пришла, Мора? У меня все было прекрасно. Я с тобой буду стесняться. Крича, наорал на Мору. А я заставлю тебя извиниться. Да? Заставлю тебя извиниться и заставлю что-нибудь еще сделать. Дружелюбно. Спросить... Ладно, не будем мы... Подожди, не будем этого делать. Не будем мы это делать. Мы просто извинимся через этот день. Так, вот дружелюбно. Глубокие мысли. Где же Милый извиниться? Он теперь хочет сделать папость Этель. Извиняйся. Сюда перед сестрой. Женя, я не буду вам вмешать нужные неголи. Просто... Ой, смотрите, она ему восхищение хочет выразить. Больно. Она просто пришла выпить. Мне до вас никакого дела нет. Молодец, ты меняешься, да. Непробиваемый какой-то парень. О, Джоан уже тут. А что ты не дома, не с мужем? Что вы тут все уселись? Не даете подросткам потусить. Так. Давайте. Пакость уже над сестрой. Испугать. Ну что за человек такой? Давай-ка. Заказать напиток. Заказать напиток для группы. Не будет он сестре ничего заказывать, конечно же. Он закажет для этой девочки. Заказать напиток для... Почему-то мы не можем для нее заказать. Для своей рижульки он не может. Она что, не пьющая? Видимо, да. Не пьющая. Хотя мы видели, что там... Что она пьет. Давайте закажет он свой любимый напиток. Амора может просто потанцевать? Потанцевать вот так вот. А где освещение в вашем баре? Тут всегда так темно. Хочу я здесь сейчас какой-то неоновый свет поставить. Это совсем грустно. Освещение я сделала. Самое время. Самое время подкатить к дамочке. Мы можем дружелюбно. Любовь. Мой любимый персонаж. Полностью-то выпить. Что он выпьет? Это твой напиток? Вода? Нет? Не до этого. Не до этого. Отметился на баре. Быстренько. Клевая вечеринка. Клевая. У вас тут бар. Давай вместе потанцуем. Мой любимый персонаж мне говорит. Ну что ж она такая вообще. Признаться в мечтаниях будет мить без дыхания. Я не знаю. Я не знаю, что делать. Давай. Так это что? Нет, никуда ты прощаться не будешь. Не говоришь. Ты мне очень нравишься. Третий секрет уже там выдал. И это понравилось. Типа отличная шутка. Серьезно. Она вообще никак не хочет ему что-то говорить. Может она стесняется вот так вот при всех. Но мы уже и вдвоем. И втроем. Как угодно уже просто с тобой. Смотрите, он уже оскорбить его хочет. Спросить с кем персонаж предпочитает дурачиться. Спросите, может я тебе не нравлюсь? Не нравлюсь. Может мы можем задать рискованный вопрос? Что такое? Что такое? Смутила ты окончательно парня. Да не унывай, не унывай. Она очень смущенная сама. Так попластайся мускула. Крепкий орех просто какой-то. У меня подзрослеет уже Колин, пока тебя добьется. Идет и выпьет. Нет, все. Она вообще ни в какую не хочет. Больше тут никого нету, понимаете? Прям не ем. Это ж его любимая. В итоге все вот так вот. Что, опять за ней бегать будет? Опять бежать за ней? Слишком смущенный. Слишком расстроенный. Грустно будет пить в баре. Да, скажи. Смотрите, какой у нас расстроенный мальчик получился. Что? Где я совершила ошибку? Где я повернул не туда? Что-то она странная, скажи просто. Ой, дедом стал у нас. Эдриан. Вот теперь ты можешь поговорить душевно со своей сестрой. Да, теперь ты понимаешь, когда не ладится все в личной жизни. Угу. Не просто все хихоньки-хахоньки. Вот, душевный. Ой, там еще какие-то были действия. Вот тоже. Давай-ка вот с сестрой поговорить сейчас о жизни. Попросить утешение. Вот так-то. Собрались с сестрой выпить в баре. И по душам поговорить. Обсудить неудавшуюся личную жизнь. Все, выпили, закусили и пойдет все с домой. Время сейчас ночи. Вылетай все. И опять он хочет спорить о музыке. Не будешь ты спорить о музыке. Сестра тебе помогает, а ты все о ней споришь и споришь с ней. Давайте, ребятки, тогда домой. Больше тут у нас ничего не происходит. Кевин вон идет. Ну, я думаю, мы уже все. Пойдем домой. Пойдем спать. Можете, конечно, поплавать ночью вместе. Но нет, я думаю, все-таки уже поздно. Возвращайтесь-ка вы домой. А на этом я закончу серию. Получилась она грустная, как по мне. Ничего у Колины не получалось. Но, может быть, это как-то тоже чего-то научит ему. Что не все, что он хочет. Вот так вот легко и просто достается. Это кто взрослая? Да. Одна девушка, видимо, на острове. Поэтому она из себя, значит, это строит. Не пойми что. Не дотрогу. Ну, блин, мы еще третью черту ее не знаем. Кто знает, мы, что действительно не дотрога. Так что посмотрим, что дальше ждет наших ребят. В следующей серии, я думаю, мы уже отправимся с Морой на скалолазание. Либо еще один день приведем на Сулане, как вы хотите. Что бы вы хотели больше увидеть. И завтра тоже мы отпразднуем день рождения Алекса. Но если мы останемся на острове день рождения Алекса, если пойдем с Морой, то тогда уже через одно будет день рождения Алекса. Они вернулись к себе в домик. И мы прощаемся с этой семейкой на сегодня. Я вас обнимаю. Если понравилась серия, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Я все читаю, все смотрю. И до скорой встречи. Всем пока-пока. Продолжение следует...